Время пришло сразить орды Саурона на его же территориях. Мордор падёт, и Средиземье вновь обретёт свободу и положит конец кровопролитной войне. Час пробил, и народы Средиземья объединяются для решающей схватки с извечным врагом. Гилгалат возглавила армию эльфов, состоящую из воинов Нолдор, Линдона и Имладрис. Общая численность эльфийской армии составила 10 тысяч элитных бойцов. Армия эльфов движется из крепости в Мордор для генеральной битвы с Сауроном. Гондор также отправляет свои армии в Мордор, и армии из бывшего Арнера спешат им на помощь. Численность армии Гондора, Дунедайн и Бри составляет 20 тысяч бойцов. Рохан не остался в стороне и отправил десятки тысяч всадников эурлингов на помощь Гондору и эльфам. Великая и многочисленная армия людей и эльфов изничтожит ненавистного противника. Орки Саурона уже ждали воинства людей и эльфов. Полтища Мордора и Моргульские легионы встали на защиту Барадура. Армия орков насчитывала 40 тысяч бойцов, среди которых было более сотни Олакхаев в доспехах. Саурон ждал подкрепления Изоруна и Харада с юга. Армия Харада насчитывала 10 тысяч бойцов. Войны Умбара также присоединились и шли следом за лидером Харада. Армия и стерлингов выступает из руна. Численность бойцов руна достигает 10 тысяч человек. Колесницы и тяжелая пехота станет основой армии и стерлингов. Через сутки Средиземья содрогнется и мир, стоив дыхание, ожидает схватки. Гил-Галат прибывает в Мордор. Эльфы уже приближаются к прибывшим бойцам Гондора и Арнора. Битва вот-вот начнется. Рохан скоро явится. Армию людей и эльфов сформировали единый строй к рядущей битве. Враг не дремлет и уже выдвигает свою многочисленную орду навстречу. Саурон, прежде чем бросить в бой свои полчища орков, решает направить на армию союз людей и эльфов ударную мощь. В лице мамакилов и всадников на верблюдах Харада. Они сметут передовые подразделения людей и эльфов и втопчут их в грязь. Однако их встречают пики, стражей, фонтана, что единым фронтом перестроившись, заняли позиции в авангарде. Пики сразили множество всадников и мамакилов. Саурон немедленно отправляет свою армию в бой, надеясь захлестнуть формацию людей и эльфов. Форки и люди Востока все как один бросились на позиции союза света. Эльфы и люди предприняли огромное количество маневров для того, чтобы застать врасплох части противника на флангах и в тылу. Однако все их маневры перехватывались бойцами истерлингов, и Умбара. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Едкий воздух и духота, закипающий крови павших воинов, сказывалась на выносливости людей и эльфов. Ужасающая битва принимает более жестокий вид, и некогда единый строй эльфов и людей распадается на множество фронтов. Основной же бой шел в скалистой местности, где враг бросил свои сильнейшие подразделения. Более суток силы зла и света противостояли друг другу. Обе стороны потеряли колоссальное количество бойцов. Потери неисчислимы. К закату следующего дня эльфы и люди несли сокрушительное поражение армиям Саурона. Эльфам и всадникам Рохана удается прорвать основной авангард неприятеля и зайти в тыл основных подразделений Саурона. Саурон был побежден, но не Исильдуром, а Гилгаладом. Гилгалад не был очарован кольцом, однако и не планировал уничтожить его. Он надеялся с его силой возродить влияние эльфов в Средиземье. Не канон, альтернативная реальность. Люди были в ярости, но Элронд не мог допустить, чтобы эльфы и Младриса присоединились к ним. Эльфы Линдона, что примкнули к нему, падут. И Гилгалад же будет судим. Армия раскололась. Люди вместе с эльфами и Младрис уже шли на позиции эльфов Линдона. Гилгалад уже ждал их и готовился к битве. Элронда не хотел втягивать в это людей. Армия эльфов Нолдор Линдона все еще составляла 5000 бойцов. И Элронду не удастся превоспеть, так как эльфы и Младриса понесли наибольшие потери средь эльфийской рати. Всадники Гилгалада смели позиции пехоты и Младрис и оттесянили воинов Элронда. После в бой вступает и пехота Линдона. Люди вступают в бой. Седа и Динага, Ротан, Гондор и бывшие народы Арнера. Эльфы Линдона сдерживают натиск армии людей и где-то даже, контрнаступая, отбрасывают тех. Конец Рохана и Гондора увязло в битве. Гилгалад укрыл в резерве ранее выведенных из боя всадников. И вскоре он их отправит, чтобы сковать силы противника и окружить. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Люди и эльфы и Младриса не смогли вырваться из окружения Нолдер элиты Линдона и кавалерии. Люди несут огромные потери, пытаясь прорваться. Те, кому все же это удается, вырываются и бегут из Мордора. Гилгалад продолжает преследование людей. Минастирит в осаде. Люди пытаются совершить вылазку с отважными всадниками Рохана и Доламрата. Они будут прикрывать отход войск в Хельмову Пать. Для решающего сражения. Так как Минастирит после битв с ордами Саурона утратил свою крепость, и времени на то, чтобы золотать бреши в стенах у людей не было. Защита города станет непосильной ношей для людей. Садники все до и одного бросились на пехоту Гилгалада, чтобы задержать эльфов и дать возможность отступить с основным силам. Конец Рохана и Доламрата ценой своей жизни спасает десятки тысяч бойцов Рохана и Гондора, которые отступают в Хорнбург. Продолжение следует... Спустя десятки кавалерийских натисков, всадники Рохана и Доламрата все как один пали, выиграв достаточно времени, чтобы основные силы ушли за пределы огнец Минастирита. Эльфы остались штурмовать город. И спустя некоторое время, понеся минимальные потери, взяли Минастирит. Сейчас пробил и армия эльфов, пополнившаяся свежими подразделениями, трянулась на штурм с тем Хельма в Эпаде. На помощь Рохану и Гондору пришли пять тысяч эльфов Лориан и пять тысяч мечников Доламрат, которые стояли плечом к плечу, защищая Хорнбург. Продолжение следует... Удар эльфов Гилгалада было сокрушительным. Удушники Линдона извергали тучи из тысяч стрел на голову защитников Хельма в Эпаде. Катапульты выпускали шквал пылающих снарядов. Спустя время, стены были разрушены. Оборона Хельма в Эпаде ослаблена. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя часы кровавой бани у стены за стеной Хенивэ Пади, эльфам удается отъяснить защитников и основной цитадели. Гилгалад дает добро своим элитным подразделениям вступить в бой и сокрушить оборону последнего Аполлота Защиты. Люди и эльфы Лориан сотряслись от победоносного подступа эльфов Гилгалада. Клинки Нолдер истребляли всякого, кто встречался им на пути. Эльфы Линдона пробиваются сквозь ряды защитников и вступают в бой со стражниками цитадели. Основные силы обороны отрезаны от площади Хорнбурга. Более защитникам не удается укрепить свои позиции резервами. Скоро все закончится, и Хеймвэ Падь падет. Наруто Рохан и Гондора, идул Амрата, а также эльфы. Лориана сложили голову, защищая Хеймвэ Падь от воинства Гилгалада. Доблестно сражаясь, они утратили свой боевой дух и силы, чтобы сдерживать неистовство Нолдер. Лишь немногим удается прорваться за основные врата Хорнбурга и спастись, ступая на запад. Гилгалад потерял большую часть своей армии, сражаясь с Вондером, Роханом и эльфами Лориана. Клинков Нолдер Линдона осталось не более двух тысяч. Теперь Гилгалада ждала... Рано праздновать, Люрц привела Зенгардскую Орду. Армию Рухаев уничтожат Гилгалада и Савраман. Получат абсолютную власть. МОЛДЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГЛИКЛА Продолжение следует...